Вот такие вот шикарные автобусы ездят по местности, но собака очень сильно кусается. Здесь вы также можете оплатить пайпасом карточкой за билет и получить его уже на месте. По межгороду все так же самое, можно купить его на кассе, либо купить его у водителя сразу. Поездки только по билетам. Ну и почему кусаются? Платить 2 евро за одну поездку, а это на наших 60 гривен, довольно-таки очень дорого. По этой причине катаются, наверное, только одни льготники. Постоянно вижу, по местности в Йелгаве ездили пустые автобусы. Местные ездят либо на велосипедах, либо на своем транспорте. В трамваях также где-то 1,9, там чуть дешевле, но в принципе все в районе 2 евро. Ну и вот видел одно единственное Жигули, которое каталось. Ну и как только вы выходите с вокзала, вы попадаете на местную красоту. Это центральный ихний рынок. Здесь, наверное, единственное место, где электронный мир уходит назад. То есть пока месте я был в Риге, путешествовал, мне деньги вообще не нужны были. Я везде мог спокойно рассчитаться картой. У них там пайсера, ну я грубо говоря, это пайпас. Пайпасом рассчитывался за все. То есть начиная там от еды, заканчивая транспортом. А здесь оплата евриками. Местная валюта, это же евро. Хотя ничем не отличается от нашего центрального рынка. Здесь можно купить все, начиная от фруктов, заканчивая там... ...всякими там сигаретами, медом. Ну, все, что у нас, как в Харькове, на центральном рынке, можно прийти и купить. Кстати, до меня подходил мужчина, славянской внешности, немного с украинским акцентом. Я так понимал, что с Украины. Предлагал мне сигареты. По той причине сигареты предлагал, что здесь сигареты продаются, по-моему, 3,50, где-то вот так вот. 3,50 евро. То есть где-то, как на наших, это так, 100-120 гривен за пачку сигарет. Вот. По этой причине предлагал мне сигареты где-то в пределах, там, что-то 50 или 70 гривен. Мород какую-то. Ну, качество понятно, 100% наверное, с Белоруссии. Ну, и по товарам скажу, что продукты по качеству очень хорошие, соответствуют ихним европейским стандартам. Но на порядок где-то там на 20-30% дороже, чем в Украине. Ну, а овощи и фрукты очень дорогие по той причине, потому что не приводится в резине, а именно фрукты. Кстати, добавлю за рыбу. Рыба очень дорогая. Это связано с ихними, там, европейскими приколами, там, наложено что-то где-то на квоты. Вот. Как местные объяснили, что рыбу добывают у них какие-то там европейские компании, которые потом им возвращают это часть рыбы, часть сразу переработанными консервами. По этой причине и цены на рыбу очень дорогие. Продолжение следует... Вот. Просто, ну, ребята, когда деньги не воруются из бюджета и вкладываются туда, куда надо. Административное здание, техникум и самый обычный простой технарь. В таком технаре, наверное, каждый бы захотел обучаться. И то, что у нас. Кстати, советую, когда будете в Елгаве, если будете проездов вообще в летний период, прекрасно прогуляться по Габережной Елгаве. А он запрямитят. Спасибо за субтитры Алексею Дубу. да ребята и так во всех городах смотрите красный велодорожки серые это пешие дорожки никто никому не мешает будешь в риге попробую как я это прекрасный и немножко аюрмаль кто слышал про этот город мало кто бывал это у нас здесь проходила новая волна но после ссоры с россией новая волна здесь уже не проходит она проходит в другом месте до туристов здесь не меньше кстати прижать огромное количество разных артистов с россией здесь выступает хотя как бы и поссорились вот но посмотреть также есть что также можно арендовать велосипед на которых можно покататься там дальше вот а кстати да вот этих улицах я уже выкидывал видео там проходил корпорат забита была полностью вся улица автомобилями из америки старинными вот так же вот про велосипеды по моему от 5 до 15 евро 5 это что-то обычный велосипед 15-20 евро это электрический велосипед в другом месте также нашел вот такие вот красные велосипеды по моему или 15-20 евро в час можно покататься на электрическом за счет пляжа пляже чистые большие но вода холодная максимум прогревается до 18 градусов часто бывает забрасывайте даду и очистят вот как-то так кстати эти желтые зеленые бочки это мусорки прикиньте красоты пиво белое нефильтрованное не знаю почему но захотелось белого или фильтрованного подошел попросил принесли сказали 450 евро нехило так всегда шарму есть такая фишка дается и по ходу прикиньте и да шарма тоже 450 еду иду по улице думаю зайду во дворы да ребята от наших дворов они далеко не ушли в некоторых случаях даже у нас лучше все половина растрощена на дурах нету площадок детских всего лишь кстати на маленький городок я у гала нашел только две площадки детских вот так